Всем огромный приогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алене и Катюне. Все просто, хотя далеко-далеко не просто. И мы прекрасно с вами об этом знаем. Значит, вчера не было у меня обзора на эту кубанскую парочку. Что-то мне не хотелось вообще их смотреть. Я так мельком глянула, что они там делали. Ну, после того, как они целый видос варили бульон, на следующий день было понятно, что будут варить суп. Ну, и какие-то что у них там, огородние дела были. Зелень они там сажали. И, значит, решила я таки глянуть, что же происходит у наших кубанцев. Ну, как же их оставить? Ну, вот как их взять и оставить? Они ж пропадут, ребят, без нас. Просто пропадут. Ну, и, значит, мы готовим плов и делаем салат Оливье. Трындец. Я аж присела. Думаю, а где же ведро супа? Неужели заморозили? Ну, или сожрали одно из двух. Они либо морозят, либо сжирают. И уже Оливье навалила целую кастрюлю картошки, сверху заложила и яйцами. И представьте, сколько это будет Оливье. Туда же еще палку колбасы, да, порежет. Что еще туда? Удивительно, а что это она морковку не поставила варить? Вроде как в Оливье и морковка добавляется. Ну, не знаю, может, я просто пропустила. Ну, и, говорит, приготовим плов. У нас, говорит, плов будет другой, то есть по-своему. Как мы готовим? Колюнку усадила, как всегда. Как всегда уже по плану чистить лук. Ну, и как же без его словечек дурацких? Я уже про вступление молчу. Весна, весна. Что там, свежечка или свежечка? Что у нее там новые эти словечки? Хотя, по-моему, она раньше их тоже говорила. Колюне опять пообещал, что будет интересно. Ну, и, короче, готовят плов. Зажаривает там она лук на подсолнечном плюс сливочном масле. Да. Морковку. И, слушайте, я тут чуть прям дар речи не потеряла, когда я посмотрела на Алюнины волосы и на ее голову. Мало того, что Колюня ее настолько снял близко, что я даже, знаете, ну, правда офигела. Честное слово. Я даже уже не могла слушать, что она говорит, что она там делает. Я просто в ужасе была. Помните, я уже говорила, да? Где-то уже были кадры, где Колюня ее заснял, что у нее за ушами просто отсутствуют волосы. Просто как клочьями их нет. Ребят, я прям сделала скрин. Думаю, может, мне уж кажется. И ужас, ребят. Правда, у Алюни нашей просто вылазят клочьями волосы. Она лысеет. И по той причине, походу, Колюня тогда и набрал ей этого лака для волос. Помните, она шорт снимала, а он вынимал там из сумки сколько там бутылок, 10 или сколько. Она заливает бушку этим лаком, начесывает, дерет, дерет по ходу эти волосы, чтобы не было видно этих залысин. И представляете, нет, чтобы заняться собой, здоровьем, внешним видом. Она и толстеет изо дня в день, и на лице у нее прям отеки страшенные. Знаете, я уж раз подумала, думаю, неужели, может, какой ботекс или что она туда колет, потому что брови у нее куда-то уплыли аж на лоб. Обычно у людей с возрастом брови опускаются вниз, а у этой ползут где-то аж на лоб. И вместо того, чтобы настроить правильное питание, не жрать все подряд. Мы видим, что они жрут из светофора всякую дрянь и гадость, и хлеба сколько наворачивают. Вон Алюня говорит, если бы пекли свой, я бы, говорит, в двери не влезла. Алюня, тут уже не про двери надо думать. Ты скоро без волос останешься, а ты жрешь все, что не попадя, и продолжаешь жрать. Слушайте, ну это правда. Знаете, наверное, это все-таки зависимость. Пищевая зависимость. И без жрачки вредной, опасной она жить просто походу не может. И тут уже это является и правда проблемой. Представляете, ей до лампочки. Она купила лак для волос, надрала эти свои космы, залила и все в порядке. И главное, она понимает, что у нее там безобразие за ушами. И смотрю, рукой что-то как бы, да, поправлять пытается. Понимает, что ее Калюня снимает. Но как так? Снимать и не смотреть, что наснимали. Я в ужасе, ребят, честное слово. И мало того, что у нее за ушами отсутствуют волосы, так у нее еще и на затылке тоже видны проплешины. Поэтому она так и начесывает их. Поэтому, наверное, и в парикмахерскую не ходит. Потому что если она там подстрижет еще, то это будет вообще полный капец. И все туда же, за жрачкой. Лишь бы пожрать и лишь бы побольше. Знаете, я уже не знала, честно, как дальше продолжать смотреть их видеоролик после того, что я увидела. Ну, продолжила смотреть, чтобы, ну, поделиться с вами. Дальше семешечка, семешечка. Как же информация, чтобы утекла про семешечку. И ветчины он поел, и то там что-то еще ему давали. Якобы семешка не голодный. Скоро Алюня и семеша облезет весь и будет без шерсти ходить, если ты его будешь кормить тем, что жрешь сама. Ладно-ка, Алюня. Он мужик. А мужикам лысым ходить, ну, как-то не страшно. Но чтобы женщина понимала, что есть проблемы, и все проблемы всегда идут изнутри. И главное от того, что мы едим. Ребят, правда, это уже не шуточки, а она продолжает жрать. Майонез светофоровский. Хороший, классный, жирненький, густенький. Конечно, Алюня. Чем жирнее, тем вреднее. И жирненький, и густенький он не от того, что он натуральненький, а из-за того, что он химический. Дальше показала Семёна. А он действительно в состоянии ужасном. Видно, что шерсть тусклая, жирная, лежал на полу. И не от того, что он там баловался или ещё что-то. Видно, видно, что кот не с хорошим здоровьем. Слушайте, кормить кота сервелатом, как Калюня сказал, ветчиной, колбаской светофоровской. У него же зачастую и уши текут, и глаза текут, и шея где-то гниёт, и, скорее всего, не пускают уже его и на кресло. Поэтому он лежит на полу и дёргает хвостом. Когда кот дёргает хвостом, это не говорит о том, что он радуется, а говорит о том, что он злится. Дальше-таки пустила кота на кресло, погладила его и тут же пошла мыть руки. Понимает, понимает, что кот не обработан, с паразитами. Да не нужен, ребят, он им, только если для контента. Из-за этого и на кресло пускают, чтобы поснимать видос. Короче, не могу я, не могу комментировать я ничего про кота. Ну и дальше чудо-плов, о котором тарандычит Калюня. И спец, и профессионал, и чудо-плов готовишь. И если бы ты не была профессионалом, то мы не были бы такие плотненькие и полненькие. Короче, я в ужасе. Что он несёт? И ладно, ребят, что они оба несут? Они постоянно несут пургу, портят продукты. Ну, я в шоке от их комментаторов, которые написывают им и пишут, что в восторге от их рецептов и от их видосов. Я не понимаю, что это за люди. Я не понимаю, насколько можно быть тёмными людьми, чтобы восторгаться вот этими бредовыми видосами. Честное слово. Я не знаю, как можно кайфовать от того, что они выпускают ежедневно. Ежедневно. И, кстати, одна зрительница и подписчица заметила, что у Алюни беспорядок на голове. И написала, «Здравствуйте, Ольга, хочу спросить у вас, что у вас за цирюльник-извращенец, который вас так обскубал? Такое ощущение, что вам волос выдёргивали клочьями, волос. Этому парикмахеру руки бы вырвать». Наверное, Наталья, которая написала, не заметила, что у Алюни эта песня уже давно. Но только Алюня плевала на себя. Главное, на что она не плевала, так это на свой требух, в который закидывает лишь бы что, и потом лысеет. Ну, а дальше возвращаемся к приготовлению плова. Я в ужасе. Они его собирают, этот плов. тушёное мясо, рис, гора приправ, отдельно пережаренная морковка с луком на сливочном и подсолнечном масле. Не, я в жизни не видела, чтобы так готовили плов. Ну, можно сказать, что это не плов. Это, ну, рис с овощами и мясом. Это точно не плов. Ну, у Алюни, конечно же, у Алюни же есть способность портить продукты. Но главное, чтобы это порченое, они ели. Они и жрут. А потом и получается, что вываливаются клочьями волосы. Конечно, всё закидывать в свой требух, какой тут организм выдержит. Ну, дальше мастер-класс по очистке и охлаждению отварных овощей. Да, и нарезки колбасы на оливье. Никто же не умеет. Одна Алюня знает супер-пупер рецепты и знает, как нужно правильно нарезать. Да. Ой, ребят, честь слова. Я после того, как увидела Алюнину бошку, я уж больше даже и комментировать не могу. Смотрю на неё и просто в шоке. Дальше она завела тему за Украину, потому что ей написали, почему она ничего не говорит про Украину. Ну, и понесло Аленю, давая накричать, что мы поддерживаем, мы поддерживаем, желаем мира. Ну, и потом резко, просто резко тут же кувыркнулась и давай трещать про девочек из севера, из Казахстана, которые говорят, что у них там минус 20. ой, трындец, ребят, это ужас. Это у неё специальный такой был кувырок в другую сторону, чтобы её не занесло на украинской теме или как? Кошмар, ребят. Алюня, она и в Африке, Алюня, по-другому, наверное, быть уже не может никак. И да, про Украину Алюня ты ответила. А как же про бензин? Когда про него отвечать будешь? Мы всё ждём, 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 а ты не рассказываешь. Ну, что ж ты заставляешь нас так ждать, Алюнь? Нехорошо дело получается. Одним отвечаешь, другим умалчиваешь. Дальше Алюня рассказала, что к Алюне за зарплатой ездил сам. Представляете, заехал в гостинички, передал Полине там и, представляете, обошлось без базы. Алюня была занята и поэтому не поехала. Интересно, чем была так занята Алюня? Наверное, кого-то дёрла своими массажёрами. И как затрындычала ненормированный график работы, у неё там ничего не получается, поэтому Калюня ездил сам. Видимо, это так сильно её расстроило, что она просто не могла замолкнуть и трещала на эту тему, и трещала и даже забыла, чего стоит за столом и что ей нужно резать яйца. Ну, и салат она тоже испортила, потому что набухала замороженного лука в оливье специально, чтобы он пошёл водой. Ну, а чё? Целый тазик водянистого салата заморозит, потом разморозит, будет такой же водянистый. ой, кошмар и укроп тоже замороженный туда же и тоже побольше, хотя, говорит, много не буду, Калюня не любит. Короче, мастер Алюня у нас испортить все продукты. Но, повторюсь, главное, чтобы эти продукты порченные, они не выбрасывали и сжирали. Ну, походу, жрут всё, что не приколочено. Какой-то странный салат под названием Оливье без морковки, без свежего или солёного огурчика, зато дофигища замороженной зелени, из-за которой он пойдёт водой. Ну, и жирненький, плотненький, да, густенький майонез провансаль из светофора. Ой, и неужели в конце добавила огурчик? В общем, ребят, ещё на протяжении всего времени, пока Алюня готовила, точно так же, как и всегда, она захлёбывалась слюной. Никак у неё не получается контролировать слюноотделение, но, видимо, в её случае это просто невозможно. У неё просто самопроизвольно эта слюна вылетает, и она не может её удерживать. И поэтому получается, что она прям как будто захлёбывается ей. Салат готов, рисовая каша готова. Ну, что же может быть лучше, чем столько жратвы? Алюня и Калюня счастливы. Даже если нет волос на голове, главное, что есть жрачка в холодильнике. Ребят, я заканчиваю. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному, и это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания, и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, ну, а я вас обнимаю, всем пока-пока.